Взросление через драму происходит, и тут с одной стороны, с другой стороны, что может помочь там стране, ну, обычный ответ простой, это должна элита об этом думать, да, вот несколько таких, ну, в конце размышления примеров. Если помнишь, какое-то время назад началась такая хрень, что средства массовой информации, там, ну, электронные, неважно, какие, там, значит, какой-то новость, что произошло в стране, а потом дальше, значит, из фейсбуков, там, значит, Алла, там, Николенко сказала то-то, и это, ну, видел же такое постоянно, вот такая всякая хрень, то есть средства массовой информации совершенно спокойно легитимизировали мнение толпы по поводу вообще некоторых ситуаций, это стало каким-то массовым, то есть это, вот эта деградация, когда даже те, на кого мы могли бы, должны были бы рассчитывать, что те, как-то проверяют, где правда или неправда, где важное или неважное, они все это общественное пространство затушевывают. Теперь, вот эта ситуация, да, ситуация с Верховным судом, то есть я вчера у кого-то комментарий видел, что главой, наверное, в истории человечества нету такого примера, что глава Верховного суда взят на взятки. Потом ситуация связана, например, изнасилование в школе девочки, и при этом так, вроде бы, оно ничем не закончилось, это дело, то есть, и сейчас много таких ситуаций можем накопать, которые, смотри, и вот есть, а их много же таких тем, правильно, в нашем обществе. Вот представь, мы их все берем сейчас, и вот еще то, что они публикуются, да, массово, и объясните мне в этом смысле, а чем это отличается от всей той грязи, которую вот о наших, там, восточных дебилах публикуют, а чем это отличается это? Ну, вся эта херня без туалетов, там, еще что-то, насильность, а чем это отличается? То есть, до тех пор, пока мы думаем, что дебилы только там, а здесь чистые, скажем, проводники света, мы находимся в такой тотальной иллюзии. А все эти события, они же ужасающие на самом деле, ну, это страшно, то есть, глава Верховного суда, то есть, мне кажется, что граждане нашей страны до конца не могут осмыслить сам факт происшедшего, вот, сам факт, после всех этих реформ, каких-то реформ еще не хватает, это, ну, так как бы, не хочу матом ругаться, но, мне кажется, не все осмыслили масштаб происшедшего, как бы, масштаб даже того, что было, потому что происшествием является вскрытие только этого. А к чему я сейчас введу, да, то есть этот разговор, мы можем до бесконечности говорить, что там дебилы, придурки и так далее, у них туалетов нету, но при том, что у нас есть туалеты, и все газифицировано, в отличие от этих придурков, там, на Востоке, у нас происходит вот такая хрень. И принцип такой, если философский, говорит, да, то есть, если ты хочешь победить зло, там, или тьму, ты уже в схватке с ней только потому, что ты являешься частично носителем ее. Если бы ты не был носителем зла, ты бы с ним никогда не соприкоснулся. Победить в схватке со злом можно только тогда, или с тьмой, с злом, кто как это называет, только когда ты в себе его начинаешь обнаруживать, говорит, во мне это есть, и начинаешь от этого отстраиваться. То есть, единственный смысл, единственный способ выживания, ну, с опикосновения с врагом, тебе нужно обнаружить врага внутри. Только когда ты его обнаруживаешь, и, соответственно, обнаруживаешь нечто, что является иным по отношению к этому врагу, то есть нечто настоящее, ты можешь разделиться. Это всегда ведет к победе. Вот это иное, это вот эти вспышки, редкие вспышки такого национального единения. То есть, это после 24 февраля, это Майдан. И если бы мы, например, взяли, например, я сейчас утрирую, посвятили передачу тому, чтобы там, или разных людей, а что происходило в эти моменты, на чем, какие доминировали или не доминировали, какие кружились там ценности, мотивы, то есть, как это все работало, мы увидим то, что в обществе заложено, оно есть, но которое моментально очень быстро исчезает почему-то. То есть, мы, ну, так, возьмем украинцы в целом, какие-то очень некрепкие нравственно, то есть, мы можем это переживать, но легко соскакиваем это в какую-то ахинею, начинаем заниматься какой-то бурдой там, да, то есть, всякую грязь обсуждать там. Ну, это как психологический откат, да, то есть, после посещения, условно говоря, терапии. Ну, да, есть люди, которые, ты видишь, он так и может сделать такое хорошее действие, а потом раз, и становится опять там алкоголиком, еще кем-то, ну, в какой-то момент он делает доброе действие. То есть, моменты единения, это как бы условно, там, мы можем терапевтический эффект носить, сказать, а потом... Нет, я бы сказал, что эти моменты единения, это есть проявление вот того потенциала, которое должно было бы захватить общество и на нем расшириться. Он есть, но украинец некоторый такой общий, да, то есть, в целом, он какой-то слабонравственный. То есть, он легко переключается от этих прекрасных качеств в какую-то грязь, вот, коррумпированность там и так далее, обсуждение туалетов на Востоке, при этом внутри происходят вещи не менее ужасные. И признать это, это страшно, потому что мы окажемся какой-то нацией не очень такой симпатичной, как сами себе нарисовали. Но только когда ты признаешь это, у тебя только даже появляется понимание, что нужно делать, что нужно менять. Но если до сих пор после всего скандала с изнасилованием девочки, ребятами каким-то, это все условные сроки, то есть, до сих пор это не решено, ну, понятно, что в этом обществе никаких изменений не произойдет. То есть, я не к тому, чтобы мы сейчас это все обсуждали, я говорю, вот, как это можно было бы двигать, да, то есть, двигать все эти изменения. Вот это весь материал поднять и показать. Кто это может сделать? Какие-то люди, ну, мы с тобой, наверное, не тянем, то, чтобы мы на все общество могли влиять. Но это какие-то люди, которые могло бы слушать все общество. У нас есть марафон, например, есть, национальный марафон. У нас есть президент, у нас есть глава парламента. Президент есть. У нас есть много людей еще другого. У нас даже судьи есть там, как бы. Совершенно недавняя ситуация, скандальная, там, не буду называть фамилию, человек, который выдавал себя психиатром и так далее, лечил людей, типа, оказался не психиатром. И вообще с образованием у него не все понятно. Я спрашиваю там профильные организации, которые как-то позиционируются как отвечающие, ну, не отвечающие, а объединяющие усилия психотерапевтов. А вы бы высказались? А что это мы? Таких идиотов хватает. В смысле хватает? Так вы общественная организация. Это ваш голос должен быть. Почему я высказываюсь, не будучи членом этой организации, и мне пишут в комментариях, Олег, а что вы раньше об этом не говорили? Ну, вообще-то я не позиционировал себя, как отвечающим за это поль. То есть я в нем и не участвовал никогда. А вот есть общественная организация, она отвечает, говорит мне, так а мы при чем здесь? Этих всяких, скажем, нехороших людей, которые прикидываются психотерапевтами, хватает. Как так? Говорите об этом? Ну, сообщайте там какие-то. А как, в чем смысл общественных организаций? Они только в этом есть. Они вносят стандарты, какие-то идеи, показывают позорные моменты. То есть ведь это все, что поднялось этим страшным психотерапевтом, это же можно все расследовать. Кто дипломы выдавал, как кандидатские защищались и так далее, как подделывались документы. В этом же... Ну, а почему это не будет сделано? Потому что все это упрется в существующую систему интересов людей, которые занимают должности. и это и есть ключевая беда нашего общества. То есть даже люди, которые должны были бы высказываться, они почему-то не высказываются. Кто-то там отдельным образом высказывается. Поэтому каким образом это изменение произойдет? Ну, наверное, через какую-то кризис-катастрофу. Я просто по-другому не очень понимаю, как это может произойти. Может быть, вот этот момент, что есть некоторые группы, наверное, не присутствующие, не изнутри нашего государства, которые заинтересованы в том, чтобы вот такие сюжеты с главой Верховного Суда становились очевидными. Кто-то, кто платит деньги, наверное, как-то заинтересован, чтобы как-то эти деньги все-таки не оказывались, в конце концов, непонятно где. Может быть, очередная там надежда на варягов, там каких-то, да, то есть это как-то скажется. Я думаю, что это будет важным фактором, кроме всего прочего, потому что те, кто дают деньги, у них есть свое видение, мира, которое они строят. Поэтому они будут влиять каким-то образом.